Несконцентрированные. Мы говорим о конечной доочистке воды именно по этой причине. Именно у потребителя в квартире должна стоять система по доочистке воды. В США, штат Невада, штат Аризона, штат Калифорния проблема мащака. И вы ничего не можете сделать на сегодняшний день, даже если вы пьете воду иную, не из-под крана, то вы моетесь в душе с мащаком. И вот сегодня я решил этот вопрос с мащаком. И мы будем выпускать насадки в ваш душ, и вы будете получать эту воду без мащака. То есть конечный потребитель. Даже если вы положите совершенно новые трубы, что я уже исследовал в своей жизни, то через три года на них вот такой толстый слой слизи. Они уже становятся рассадником всего на свете. Поэтому конечная доочистка воды, значение фильтров доочистки воды, это феноменально правильное решение, на которое и был взят курс нашего правительства и партии. Я совершенно уверен, что все восстановится. Мы чего ждем сейчас? То есть это Моспомощи понимают и Соединенным Штатам тоже? Здравствуйте, здравствуйте. Вы не видели? Это, кстати, еще одна совершенно поразительная, безобразная атака. Вы знаете, я позвонил в Америку и говорю, как мне быть теперь? Этот Кругляков распустил слух, что Петрика подвели к Бушу. Он заплатил 10 тысяч долларов и получил фотографию. Этому человеку безразлично, что фотографий-то восемь в интернете даже, на моем сайте лежит. И в кабинетах мы сидим, и в других местах. Но все равно подвели. Я позвонил, говорю, как мне быть теперь? А мне сказали, да как же? Да как же, это же очень просто. Расположите на вашем сайте адрес национального архива США, где хранятся все ваши фотографии и с господином Бушем, и другие ваши приезды в Америку. То есть Америка тоже... Слушайте, в национальном архиве США каждый может заказать, стоит это 20 долларов. Виктор Иванович, давайте еще один звоночек послушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста. Да, вы извините, это снова я. Я понял, что хотел сказать, что испанин Бетрика, то есть что сказал? Но дело в том, что мне трудно сейчас представить, как же в такой стране, как Америка, чтобы были у каждого потребителя... Я прошу вас, умоляю. Я должен это своевременно... Тем более, и меня интересует ваша позиция... Все, я демонстрирую. ...и разработчиков, доводчиков качества воды, а как гражданина, который занимается этой проблемой. Спасибо, все, я закончил. Спасибо вам, спасибо за... Я демонстрирую, мои дорогие друзья. Вот вы можете потрогать, сухую пленочку, посмотрите. Вы знаете, мне сейчас страшно... Сейчас, 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 да. И вы... Подождите, лучше, чтобы мы видели, да. Это совершенно сухая пленка, видите? И мы видим, вот это и есть способ холодной деструкции графита. То, что вы сейчас получили, смотрите, то, что вы сейчас получили, это графены. То есть это и есть двухмерная молекула, да? Это и есть вот та самая, ну, двухмерная молекула, я говорю, двухмерный углеродный кристалл. Дорогие друзья, я объявляю и в Америку, и во все страны мира, я отдам все свои патенты, я отдам 4 своих открытия, я отдам свои лаборатории, размещенные на 20 гектарах. Я готов подписать это юридически, и еще дам 10 миллионов долларов тому, кто в ближайших 10 лет повторит это явление, которое я сейчас показал. То есть это только вы можете делать? Это невероятно сложно. То есть этот опыт никто больше не может сделать? Я только что объявил. Никто, да? Я отдаю все свои патенты, я готов завтра подписать юридические документы. Ну, это очень смелое заявление, Виктор Иванович. Да, но я-то знаю, что это никто не повторит. Да. Даже чтобы произвести ту жидкость, которую надо разместить между страницами, это бездна науки, в которой находятся несколько открытий внутри, которые я не публиковал и не сообщал никому. То есть это у нас, я так понимаю, ну не впервые, может быть, да, вы это делаете, но это еще не, скажем так, не вышло на общий российский план. То есть уметь это делать, не может никто, я понимаю, как вы, Виктор Иванович. Я говорю о том, что у меня промышленное производство, и у меня сегодня лежит 14 тонн готового материала. И это очень красивое промышленное производство. Я вам показываю принцип. То, что было сделано за 10 лет до первой статьи, которую разместил Новоселов и Гейм в журнале Nature, их услышали, слышите? А меня в это время начали атаковать, уничтожать, для того, чтобы я голову не высунул. Россия не должна была получить Нобелевскую, слышите? Это поддержало бы нас очень сильно. Плевать на Петрика, Петрик никто в этой истории. Большая политика. Россия не должна была получить Нобелевскую. Вы спросили меня про Америку? То есть поможет ли это открытие Америки тоже для очистки воды? Я работаю много в Америке, ко мне хорошие отношения. Только что произошла симпатичная в моей жизни история. Симпатичная тем, что она чуть-чуть странная. Я не подавал, я не играл в никакую лотерею, но кто-то из моих друзей, наверное, как говорят американцы, подал на меня. И я вдруг выиграл грин-карту американскую. Я и моя семья. Для меня открыта дорога, чтобы меня... И проблема МТБИ в Америке. И я ее решил. Я получил американский патент. Сейчас установка уже приехала в Америку. И идет сертификация ее. Вильнемся, если останутся секунды, к этой проблеме, потому что она нависла над Россией. А вопрос такой. Это сорбент, вот этот графин, который вы получили? Вот это и есть, мои дорогие. Вот это и есть тот самый сорбент, который находится в наших фильтрах. Минуточку. Мы сегодня выпускаем, также готовы выпускать, поскольку Англия провела все исследования. Если вы кинете это в нефть, то один грамм вот этой штуки возьмет 80 грамм нефти. Слышите? Гусиного жира, свиного сала. А если в воду? Поэтому, если вы это возьмете, сделаете следующее. Смотрите за моими руками. Ну, я не буду повторять, лучше. А напрасно. Да? Вы мгновенно, знаете, мне говорят, я поймал своего водителя, у него в багажнике мой сорбент. Я побледнел, как так? Он говорит, ну, Виктор Иванович, ну мы все возим его с собой. Когда вот после этого на рыбалке, то две ложки и полное просветление. Я говорю, Миша, я экспериментатор, как мне сделать, чтобы мне было плохо? Ну, мы-то знаем действие активированного угля, наверное, в чем-то похоже, да? Ну, хорошо, но вы понимаете, в 350 раз активнее. А, гораздо активнее, да? В 350 раз. Если воду фильтровать этим сорбентом, очищать, то вода потом будет безвредна для человека, да? Конечно. Виктор Иванович, а это вот если я, допустим, его съем, что будет? Тогда вы съедите, вы очистите себе, он сразу заберет все слизи на вашей кишечнике, на желудке, и вы, у вас прояснение будет. Ну, уважаемые зрители, если я завтра выйду в эфир, значит, все в порядке, если вы меня завтра не увидите в эфире, значит, так. Говорите, а если я завтра выйду, еще более красиво, чем сегодня? Ольга, вы экстремалка, вы экстремалка. Ну, а что делать? Спасибо за доверие. Вы могли бы шоу вести экстремальное? Ну, вот, уважаемые зрители, будем смотреть, что со мной завтра будет. Спасибо вам, Воля. Если я рассвету. Это наработано здесь, на стороне. Вы уже рассветили, вы уже рассветили. Я надеюсь, спасибо большое. Виктор Иванович, а... Так, последнее, на вопрос я не ответил. Итак, медико-биологическая защита. Я получил разрешение от Министерства обороны на ознакомление с этими документами общественности. Значит, были загружены бактерии в модельный раствор в количестве 10 в 6 степени на сантиметр кубический. Читайте, Оля, здесь написано. Отмечаем, что указанное содержание бактерий в использовании в модельных растворах во много раз превосходит... Уровень бактериального загрязнения воды в обычных поверхностях водоемов и характерно для бытовых и промышленных источных вод, свойственных, например, для животноводческих комплексов. Слышите? Плотность заражения соответствует стукам животноводческих комплексов. Читайте, 100% очистку воды. Ни одну бактерию не обнаружили. Это еще не все. Как плохую, так и хорошую же ведь, правильно? То есть, если мы очищаем... В воде не бывает хороших бактерий. Вода не должна быть носителем бактерий. Бактерии хорошие... В кефире, моя родная, вот в этом журнале, в кефире вода не должна быть носителем никаких бактерий. Хорошо. Интересно. Такой вопрос. Вода носитель нутриентов. Да, после очистки этим сорбентом. Этот сорбент каким-то образом часть попадает в воду или все-таки не попадает в воду никакая часть сорбента? Это абсолютно исключено. Согласно закону Ландау, ни один графен, а он огромный, 30 микрон, поэтому никакая это не наночастица. Только в сумасшедшем бредовом мозге вот это может превратиться в какие-то загадочные наночастицы. Запомните, нет у нас времени. Наночастиц в свободном мире не может существовать. Ни одна. Если она окажется в воздухе или в воде, она, наверное, окислится и сгорит. Если же она в среде себе подобных, она мгновенно агрегирует. Она мгновенно прицепляется к другой, образуя микрочастицы. Так вот, вот здесь, в чем закон Ландау нарушен, нет. Дело в том, что, из чего исходил я. Когда я оторву один графен, то он мгновенно соединится периферическими атомами с любым другим. Таким образом он сохранится, сохранит свою устойчивость. И мы получим гомогенную углеродную массу, которая и является вот это. Смотрите, вот она. Это масса. Отсюда не оторвать ни одну частицу. Проведены тысячи исследований. И каких недавно последняя общественность потребовала? 500 литров воды, полтонны. Выпарили. И в Сигеи, по-моему, так называется. И анализировали остаток. Там вообще углерод не обнаружен, не говоря уже никаких. Спасибо, спасибо, все, господа. Вот это не успеем. Да, не успеем уже, все. У нас, к сожалению, уже время закончено. Но, Виктор Иванович, мы вас ждем в наших следующих эфирах. А вы нам обещали, что вы к нам еще придете. И не раз придете. И я запомнила это обещание и буду вас звать еще и еще. Значит, мы договорились, что вы притащите из самого грязного места воды. Мы нальем здесь, и я ее выпью после моего фига. Давайте, давайте. Мы так договорились. Это нас сейчас видят еще. Нас сейчас видят, нас сейчас слушают. Я вот говорю, если обещают, она делает. Нет, Ольга, вы возьмите с собой такую комиссию, чтобы никто не сомневался. Я с радостью... Я это сделал только, что в Украине. Там была холера в Днепре. И показали, в каком месте ее брали, где было запрещено купаться. И они налили, и я не просто отпил, я выпил вот такую огромную шашу. Спасибо вам, Виктор Иванович. Это был Виктор Петрик, изобретатель. И со своими открытиями сегодня даже поделился некоторыми своими изобретениями с нами вполне наглядно. Спасибо вам, что были с нами. Смотрите нас в следующий понедельник. И мы, Семен Михайлович Гордущевский и я, обращаемся с вами. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. Мы это вам дарим. Да, спасибо. И мы ждем вас еще.